МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! И вновь на телеканале «Автоплюс» программа «Экзотика». Меня зовут Катя Каренина. На дорогах России осталось не так много автомобилей, которые еще помнят советское время. С одним из них я хочу вас сегодня познакомить. Автомобиль юно! Все началось в далеком уже 1969 году прошлого столетия, когда братья Станислав и Юрий Алгебраистовы взялись за постройку спортивного двухдверного автомобиля. Юрий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! С чего пришла идея построить такой проект? Ну, мы с братом давно мечтали сделать что-то свое. А когда прошел слух о первых самоделках, мы стали искать людей, которые уже сделали какой-то автомобиль, чтобы опыт перенять или еще что-то. Мы познакомились с братьями Щербининами. С самого начала их проект был коллективным. Алгебраистовы занимались механической частью будущего спорткупе, в основу которого легли узлы и агрегаты ГАЗ-24. За внешний вид отвечал другой семейный тандем – Анатолий и Владимир Щербинины. По основной профессии они были художниками-графиками, но их душа неумолимо тянулась к автомобилям. Они уже на то время сделали один автомобиль из стеклопластика на базе ГАЗ-21 «Волга». И они нам предложили вступить в группу, так как они собирались строить новый автомобиль. Юрий Иванович, ну а почему не купить в тот момент какую-нибудь «Волгу» или «Жигули», как было модно в то время, нежели так действительно устраивать сложности или делать абсолютный автомобиль индивидуальный для себя, лепить самому кузов? Для чего все это? Ну, во-первых, не каждому нравятся обычные автомобили. Ой, понимаю вас, Юрий Иванович! Да, я сторонник спортивных автомобилей. Я на улицах не замечаю обычных, даже самых шикарных машин, но если идет спортивная машина, то сразу глаз на нее. Поэтому вот и было задумано сделать автомобиль спортивного типа. К производству планировалось сразу несколько автомобилей, поэтому по подготовленным чертежам было сварено сразу пять рам. Первую машину собрали в мастерской братьев Алгебраистовых. На нее установили двигатель и оттащили на буксире на родину Станислава и Юрия в город Сасово Рязанской области. Там ее доработали и своим ходом вернулись на ней в Москву, где в течение двух лет успешно ездили без регистрации и номеров. Спустя некоторое время машину забрал в единоличное пользование Станислав, а Юрий стал думать о постройке собственной. И еще через несколько лет смог воплотить свою мечту в жизнь. Ну а с чего все начиналось? Рисовался проект сначала? Рисовалась рама чертежи. Потом было сварено пять рам. Потом одну из рам затащили на седьмой этаж жилого дома, это у метро Добрынинская. Там у братьев Черевины была мастерская. Вот там, значит, собрали тележку на раму, ну, ходовую часть. Поставили макет двигателя, чтобы были известны отправные точки. Сделали каркас деревянный, приблизительно уже известная высота, ширина. И потом, значит, пластилином стал наполняться этот каркас, чтобы вывести форму машины. Форму искалось где-то год, не меньше. Шасси, силовой агрегат и трансмиссию решили оставить без изменений. Советская автомобильная промышленность по-прежнему ничего лучшего не предлагала. Такой же, как и у предыдущей модели, оставили и форму кузова. Увеличили лишь расстояние между наружными стойками, чтобы установить более широкое стекло для лучшего обзора. Кстати, автомобиль получился необычно прочным. Однажды около 50 человек стояли на его крыше, капоте и багажнике, без каких-либо последствий для машины. Только подвеска просела до ограничителей. Секрет такой прочности кроется в толстом слое стеклопластика, усиленном металлическим каркасом. Юрий Иванович, ну, конечно, хочется в святую святых заглянуть. Откройте. Пожалуйста, пожалуйста, удовольствие. Ой, у вас опять новый мотор. Это уже, по-моему, третий. Да, уже третий. Первый был «Волга» ГА-24, потом «БМВ» 2.8 с механической коробкой. А это уже 3.5 с автоматической коробкой. Хватает? Хватает. А сколько сил? Ну, здесь 220. Новый двигатель значительно улучшил динамические показатели машины. Максимальная скорость превысила 200 км в час, а разгон до 100 км сократился до 8,5 секунд. Юрий Иванович, ну, закрывайте капот, пойдемте дальше. И не могу не отметить еще очень интересные фары. А лет 10 назад это был просто, не знаю, культ. Все автомобилисты эти любили вот именно поднимающиеся фары. Даже помните, Порше было как раз именно с такими. Вот это откуда появилось? Навеяло или все-таки сами придумали? Фары-то это давно были у иномарок, у многих. Просто механизм уже здесь другой. У иномарок у них на каждый блок стоит свой моторчик. Вот. И поэтому иногда, когда какой-то моторчик отказывается, ну, с одним глазом машины. Ну, а здесь общий вал, и чтобы фары открывались и закрывались синхронно. Юрий Иванович, ну, не могу не отметить салон. Хотелось бы посмотреть поподробнее. Да, пожалуйста. Передние регулируемые сидения анатомического типа были сделаны из стеклоткани на эпоксидном клее. Задние составляли единое целое со стенкой, которая отделяла салон от багажника. На все сидения был положен поролон, который обтянули кожзаменителем. Панели приборов от других машин мало подходили к внутреннему интерьеру автомобиля. Поэтому Юрий Иванович ее выклеил сам, расположив приборы и ручки так, как ему было удобно. Сейчас в салоне установлены передние сидения Рикара, обтянутые кожей. Задние же остались самодельными, только их сделали раздельными с задней стенкой. Завершает изменения новая, полностью самодельная приборная панель. Я знаю, что вы на ней ездили раньше только летом. Сейчас вы ее эксплуатируете и зимой. Не хочется какую-то современную машину, напичканную электроникой. Все-таки эта машина очень красивая, но она, мне кажется, больше для музея уже подходит. Нет, это все-сезонные автомобили. Она ездила и зимой, и летом, и прошлые времена, когда она еще не была переделана. Машина была готова в 1982 году, и после официального заключения специалистов НАМИ ее признали безопасным транспортным средством. Автомобиль назвали Юна. По первым буквам имен супругов Юрия и Наталья Алгебраистовых. Автомобиль несколько раз снимался в отечественных кинофильмах, таких как «Испытатели» и «Как стать счастливым». За его рулем сидели актеры Борис Щербаков и Николай Караченцев. А летчик-космонавт Владимир Дженебеков в течение нескольких дней ездил на ней, когда она участвовала во всесоюзном автопробеге самодельных машин «Москва-Баку» в 1982 году. Юрий Иванович, я знаю, что руль этого автомобиля вы никому не даете. Нет, ну вам с удовольствием. Спасибо. Вы уже ездили на ней, поэтому вам я без всяких сомнений. Спасибо, Юрий Иванович. Когда присаживайтесь, не буду вас больше уморозить. И поговорим уже внутри более подробно про управление этим автомобилем. Хорошо, вы за руль. Если бы российский автопром выпускал автомобили такого качества, а не кто-то про них ходил его меньше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Честно замечаю, когда садишься в автомобиль, и он действительно любимый, родной, да, ты это чувствуешь, и в нем прям душа. А когда вот автомобиль делается просто на продажу, у нас совсем другие ощущения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юрий Иванович, ну гидроусилителя, конечно, явно не хватает, потому что все-таки современные машины, да, они нас обязывают к тому, что уже привычка, садишься, да, и как-то уже даже об этом и не думаешь. А здесь, конечно, ну приходится все-таки поворачивать. Особенно, наверное, во дворе тяжело, когда поворачиваешь. Да, разворачиваться на месте очень трудно пока. Буквально через несколько дней после первого выезда из гаража Юна отправилась в свой первый автопробег самодельных автомобилей «Москва-Баку», проехав в общей сложности 14 тысяч километров. Однажды, во время одного из пробегов, вокруг машины суетились с кинокамерами какие-то иностранцы. Спустя годы Юрий Иванович увидел дворник своей конструкции на лобовом стекле «Мерседеса» в 124-м кузове. Вот такой вот получился революционный автомобиль. Я не представляю, какой фурор он производил вот именно в 80-х годах. Ну, подъехав где-то, остановився к магазину или где, я потом где-то минут 30 не мог уехать. Это еще когда был первоначальный вариант машины. Около нее толпа народу и спрашивали, что такое, откуда все это взялось. Ну и приходилось объяснять, показывать, рассказывать. За время своего существования Юна, конечно же, совершенствовалась. Но это в большей степени касалось повышения комфорта и безопасности. Переделок кузова, чтобы машина выглядела современнее, долгое время и не требовалось. А коррозия и стеклопластик был просто не по зубам. Да и не только ей. Меня, кстати, догоняли уже раза, два раза, три раза сзади. Ну, на бампере так небольшая щельбинка. А у «семерки» Жигули там весь перед разбит. Про эту машину можно сказать всего лишь одно. Вот она, настоящая, качественная, ручная работа. На сегодня машина прошла порядка 500 тысяч километров и останавливаться не собирается. Остается только пожелать ей и ее владельцу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Несмотря на то, что таких машин было сделано всего пять штук, до наших дней дожил лишь этот экземпляр. Возможно, мы с Юной скоро снова увидимся, и она предстанет перед нами в новом образе. Тем более, что для Юрия Ивановича практически ничего невозможного нет. Ну, что ж, наше время истекло. Хотите стать героем программы, присылайте фотографии своих транспортных средств на наш электронный ящик. Меня зовут Катя Каренина. Это была программа «Экзотика». Счастливо, пока! Счастливо, пока!